Я всех приветствую, дорогие гости и подписчики нашего канала. Сегодня с вами я, Макс. И сегодня вы говорите, что любимая новая личная рубрика «Хочу, могу». Поехали! Нож с благослучным для русского лоха названием «Ой, ябун». Сего? Давайте подумаем, с чем его сравнить. Итак, первая пара нашего сегодняшнего, так сказать... Наши сегодняшние подборки в рубрике «Хочу, могу». Нож «Ой, ябун» и 626-й «Ганза». Ну что ж, что я могу сказать? Почему рядовой «Ой, ябун» стоил свои условные 60 тысяч, я понять мог. Но почему вот эта лимитированная версия с личной подписью самого гражданина Лена Томпсона стоит, сколько она стоит в районе 27 тысяч, мне право слова не очень понятно. Это благородный фрезерованный алюминий, сложнейшей технологией, которую, наверное, никто не смог освоить. С-35 Вен, да, это многое объясняет. Столюк дорогая, премиальная. Но что мы имеем здесь? Модель G626GS от компании «Ганза». В общем-то, всем любителям восточной тематики, которые не хотят сильно тратиться, очень рекомендую присмотреться к нему. Клиночек 96 мм, сталь 440А. Накладки СЖ-10 с таким благородным принтом самурайским. В общем-то, клипса непереставляемая, но глубокая и довольно мягкая. Имеет место ассистом, то есть открывается он весьма и весьма интересно. При прочих равных, при прочих, друзья мои, если очень хочется чего-то формата уебуна с тантованным клиночком, с ухватистой рукояткой, с мягкой клипсой, почему бы не остановить свой выбор на вот этом «Ганзике»? В общем-то, по типу размеру нож абсолютно повторяющий своего более богатого собрата. Да, он значительно проще, но мне почему-то кажется, что при такой резнице цене, для меня выбор очевиден. Есть ли смысл переплачивать? Продолжаем. У нас часто просят рассказать о кухонных ножах в той же категории «Хочу-могу». Это Кницу Гусайон на столе ВГ-10 с демаскированными обкладками. Рукоятка из Микарты, монтаж фулл-танк, столюга ВГ-10. Двадцаточка. Клинок. В общем-то, классический шеф на все случаи жизни. Прекрасный, функциональный, японский, чистокровный японский нарк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что можно предложить как альтернативу? Вот такого вот красавца от компании «Тутауна». Знаете, в чем продукт, друзья? Это та же самая ВГ-10, те же самые демаскированные обкладки. Нареканий на термичку от «Тутауна» нет никаких, она же прекрасно себя показывает. А кривая рукоятка, довольно симпатичная, на мой взгляд, с такими мозаичными пинами, все аккуратно очень сделано. Этот стоит 4890 рублей, этот 24 050 рублей. Ну, честно говоря, честно говоря, если вы просто принципиальный фанат Японии, наверное, это ваш выбор. Если вы хотите просто порадовать себя или знакомых хорошим функциональным ножом, который прослужит варьера и правды много лет и будет показывать себя ничуть не хуже, чем это, мне кажется, вам стоит обратить внимание на продукцию вот этих товарищей. Очень интересно. Это другой нож на стале выгодить. За его твердость около 60 венец. В общем-то, если обращаться с ним правильно и вовремя править, скажем, на каком-нибудь вот таком керамическом мусате, то нож прослужит варьера и правды много лет и не потребует какой-то принципиальной заточки. Ну, если, конечно, вы не ушатаете, а какие-нибудь кости или что-нибудь в этом роде, тогда придется либо обращаться к специалисту, либо разживаться с заточными системами, которые, кстати, тоже продаются. В прошлый раз мы сравнивали два артисана из разных материалов. Как-то странно не звучит. Нож Сириус и нож Сириус. Он говорит, фрукт, фрукт. Дальше вы поняли. Давайте мы немножко посмотрим на другие ножи от компании Bestech. Модель Amezzo на двух разных стали. Н690 и D2. Но разница в цене критичная. 6200 и 16850. В чем принципиальная разница? Механика ножа абсолютно одинаковая. Все потроха одни и те же накладки. Собственно, G10 просто здесь вот такой вот красивый. Здесь просто оранжевый. Здесь M690, здесь D2. Из принципиальных отличий здесь цельнофрессированная титановая клипса. Здесь клипса самая обыкновенная стальная. Достаточно мягкая, информативная. Ножи максимально легкие, компактные. Ну, слушайте, при такой разнице в цене... Я, честно говоря, не знаю, стоит ли за это переплачивать. Ну, M690 не самая премиальная сталь ОГО. Сказать, что по польских характеристикам она на голову выше, что G2, мне язык не повернется. Но это 16850 и 6200. При клиночках 9 сантиметров, открытом монтаже, облегченных лайнерах... Ну, как бы, я для себя принципиальной разницей по польским характеристикам между этими ножами не вижу. Чисто эстетически мне оранжевая морковка нравится даже больше. Я уверен, что за следующую пару в меня полетят всяческие тяжелые предметы от фанатов итальянцев. Но, тем не менее, я это сделаю. Модель Кьюр достаточно известная, достаточно популярная. Сталь Слейтнер. Прямые спуски, подшипники ЭКБС, полисандр на рукояти, проволочная красивая клипса. Очень приятная насечка на лайнере. То есть, ну, нож действительно прекрасный, отлично работающий, в общем-то, ухватистый на все случаи жизни. Но есть один нюанс. Это личная длина. 32 150 рублей. Да, итальянцы, нация механика, и делают они неплохо. А сравниваю, как это ни странно, с Magnum Paco Hunter. 440B. Достаточно редкая столега, в общем-то, близкая по характеристикам своим ближайшим родственникам. 440А, 440С. Клипса непереставляемая. Материал рукояти – это та самая пака. Что это такое? Это какая-то древесная основа, пропитанная фенольными смолами. По сути дела, бюджетный вариант стабилизированной древесины. Что касается наполнения. По сравнению с предыдущим товарищем, здесь не подшипники, здесь две шайбы. Причем, одна из этих шайб второпластовая, вторая – бронзовая. Механика великолепная. Нож очень уцепистый. Я бы сказал, по-своему, в руки теплый. Облегченный. Монтаж открытый. Лайнеры выбранные. Клипса, как я говорил, непереставляемая, но в то же время, на мой взгляд, достаточно удобная. При всем при том, что стоит этот нож на момент съемок 4570 рублей, мне представляется вполне здоровой интернативой для тех, кто хочет поиметь себе вполне эстетичный нож с схожими характеристиками за значительно более разумные деньги. В остальном выбирать вам Слейтнер и Палисандр, Пакка и 440Б. Мы платим за высоченное качество и все такое прочее, или местами за пафос и понты, или мы платим за простой, хороший, выполненный, меняемый рабочий день, нож, за очень разумные деньги. Выбирайте. А это кто? Кто это? Кто это такой? Расскажите нам про новостей Ножикова, Игорь. Друзья, это Игорь, он снимает. Живые новости Ножикова, прошу, без жалоба, подписывайтесь на наш канал. Так вот, Винаев, Винаев со Сейр и Палтейк от Сиви. Ну да, вы скажете, опять родственные фирмы, ну да, на мой невызасекательный вкус. Разница в цене критична, а вот функционал приближается один к другому. Заметьте, монтаж довольно схожий, конструктивно ножи, в общем-то, практически идентичны. Да, здесь двадцатка, здесь четырнадцатый сандрик. Разница между ставками? Понятно. Что касается механики, вопросов не имею, работает как часы. Клипса переставляется. Здесь клипса переставляемая. Такой вариант с сухариком, ну понятно, порошковая сталь здесь что-то имеет смысл. Такой карбончик с такими вставочками из меди, очень красиво, с этим не поспоришь. Но, теперь по поводу разницы в цене. 7,990 и 28,990. В общем-то, ну, конечно, ножи одинаковые, нет, это, конечно, неправда. Но они похожи, ну как родные братья, честное слово. Да, здесь шипфуд, здесь классический дроппоинт, но в обоих случаях прямые спуски, достаточно тонкий обушок, открытый монтаж. Кстати, и тот, и другой не облегченный, но, кстати, ножи достаточно худые, поэтому особо не везет. Понятно, что этот везет немного легче, просто за счет того, что накладки здесь из карбона и лайнеры потоньше. В остальном, в остальном, вот, при всей эстетической привлекательности этого товарища, переплачивать все эти деньги просто за тот же самый, там, СПМ-20СВ, есть ли смысл? Да, 14-е санэк, но стальюка простая, понятная, не капризная, легко правится, прекрасно себя чувствует во влажной среде. Друзья, если нет желания переплачивать за порошок, ну, хочется поиметь, ну, эстетически похожий нож, мне кажется, это может стать прекрасным выбором, не обременять себя, там, дорогой покупкой, а порадовать себя хорошим ножом. Да, если хочется премиальных материалов, имеет смысл посмотреть в эту сторону, поднакопить и купить его. Но в противном случае это очень даже хороший вариант. Итак, это была наша традиционная рубрика «Хочу, могу», в которой мы предлагаем вам ножи подороже и ножи подешевле, в зависимости от вкуса, цвета, ну, и размеров вашего кармана. А на этой оптимистической ноте я говорю вам легкого реза. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok